Подумайте о следующем. Ваш разум может открыть двери к невероятным возможностям или закрыть их, основываясь на том, во что вы решите верить о себе и окружающем мире. Это не просто какая-то идея для поднятия настроения или мечтания. Это реальная ощутимая сила, которую вы можете научиться использовать. Представьте, если бы вы могли использовать эту силу не только в редкие моменты, но каждый день. Как бы изменилась ваша жизнь? Чего бы вы смогли достичь? Но помните, это не о том, чтобы стать совершенно другим человеком. Это о том, чтобы раскрыть удивительный потенциал, который уже есть внутри вас. Это как полировка алмаза, который был скрыт в грубой оболочке. Блеск всегда был там, вам просто нужно вывести его на свет. Итак, вот главный вопрос. Готовы ли вы начать это путешествие? Готовы ли вы заглянуть внутрь себя и пробудить эту спящую силу? Это не всегда будет легко. Как и любое стоящее дело, это требует практики и терпения. Но награды, они превосходят все, что вы можете представить сейчас. Теперь, когда вы готовы подключиться к своей внутренней силе, пришло время раскрыть самый сокровенный секрет Вселенной. «Иногда нам кажется, что некоторые люди без усилий привлекают успех, в то время как другие борются». Ответ заключается в наборе невидимых законов, управляющих самой реальностью. Это не просто законы. Это сама операционная система Вселенной, и понимание их может дать вам невероятное преимущество в жизни. Представьте, если бы вы могли заглянуть за занавес реальности и увидеть, как все действительно работает. Вселенная функционирует в соответствии с духовными законами, так же, как физика управляет физическим миром. Эти законы всегда действуют, независимо от того, осознаем мы их или нет. Но вот захватывающая часть. Как только вы поймете эти законы, вы сможете начать использовать их в своих интересах. Давайте поговорим о двух из этих мощных законов. Первый – это закон притяжения. Вы, вероятно, слышали об этом раньше, но это больше, чем просто позитивное мышление. То, о чем вы постоянно думаете, становится причиной, которая приводит к эффектам, которые вы видите в своей жизни. Это означает, что ваши мысли и эмоции подобны магнитам, притягивающим к вам похожие энергии и переживания. Вспомните момент, когда вы были действительно взволнованы чем-то. Может быть, вы ждали отпуска или особого события. Замечали ли вы, как вдруг все начинало складываться? Это закон притяжения в действии. Ваша позитивная энергия привлекала больше позитивных переживаний. Следующий закон – это закон причины и следствия. Этот закон утверждает, что каждое действие имеет реакцию. Это как карма – что посеешь, то и пожнешь. Наши действия имеют последствия, которые формируют наш будущий опыт. Поэтому, когда вы делаете добро, оно возвращается к вам. Вспомните случай, когда вы случайно совершали что-то хорошее, а затем неожиданно с вами происходило что-то замечательное. Это не просто совпадение, это закон причины и следствия в действии. Теперь вы можете подумать – все это звучит замечательно, но как мне на самом деле использовать эти законы в своей жизни? Вот где все становится по-настоящему мощным. Выравнивая свои мысли, эмоции и действия с тем, чего хотите достичь, вы можете начать влиять на реальность вокруг себя. Это как иметь секретный код для разблокировки потенциала Вселенной. Представьте, что вы просыпаетесь каждый день со сознанием, что вы не просто пассивный наблюдатель в жизни, а активный создатель. У вас есть сила формировать свои переживания через свои мысли и действия. Это как играть в видеоигру, где вы внезапно открываете чит-коды, только это реальная жизнь, и возможности безграничны. Но помните, это не о том, чтобы стать совершенно другим человеком за ночь. Это о том, чтобы постепенно выравнивать себя с этими универсальными законами. Начните с малого. Обратите внимание на свои мысли и ту энергию, которую вы излучаете в мир. Обратите внимание, как ваши действия создают волны воздействия вокруг вас. Практикуя работу с этими законами, вы начнете замечать изменения в своей жизни. То, что когда-то казалось случайной удачей, начнет обретать смысл. Вы начнете понимать паттерны и связи, которые всегда были рядом, просто ждали, чтобы вы их заметили. Понимая эти универсальные законы, вы можете почувствовать растущее чувство связи с чем-то большим, чем вы сами. Но эти связи глубже, чем вы можете себе представить. Что если я скажу вам, что граница, отделяющая вас от Вселенной, — это иллюзия? Существует шокирующая истина о вашем месте в существовании, которая изменит все. Большинство из нас вырастают, веря, что мы отделены от мира вокруг нас. Мы видим себя как индивидуумов, отличных от других людей и природы. Но что, если эта идея разделения — просто иллюзия? Что, если вы на самом деле связаны со всем вокруг таким образом, о котором никогда не думали? Эта идея взаимосвязанности не нова. Она была частью многих духовных традиций на протяжении тысячелетий. Например, в буддизме говорят о том, как наши мысли и действия связаны, как паутина. Индуизм учит, что мы все часть одной большой божественной энергии. Даже современная наука начинает это подтверждать, показывая, как все во Вселенной связано удивительными способами. Давайте попробуем простое упражнение, чтобы помочь вам почувствовать эту связь. Закройте глаза на мгновение, глубоко вдохните, и, выдыхая, представьте, что ваш вдох — это поток энергии. С каждым вдохом представляйте, как эта энергия соединяет вас со всем вокруг. Воздухом, землей, деревьями, даже звездами на небе. Вы чувствуете это? Эта энергия, которая течет через вас, — это та же энергия, что и во всем остальном. Когда вы начинаете воспринимать себя как часть этой большой взаимосвязанной системы, это меняет ваш взгляд на жизнь. Те проблемы, которые раньше казались подавляющими, становятся возможностями для роста, потому что теперь вы понимаете, что не сталкиваетесь с ними в одиночку. Вы часть чего-то гораздо большего, и вся Вселенная поддерживает вас. Эта идея единства с Вселенной — это не просто приятная мысль, она может полностью изменить вашу жизнь. Когда вы осознаете, что связаны со всем, вы начинаете больше заботиться о других и о мире вокруг вас. Вы понимаете, что ваши действия влияют не только на вас, но и на все остальное. Мы — это осуществление закона и порядка Вселенной, как индивидуальных проявлений высшего «я» без разделения. Проще говоря, это означает, что вы не просто пассивный наблюдатель Вселенной, вы — активная ее часть. У вас есть сила формировать свою реальность и вносить вклад в мир вокруг вас. Так что в следующий раз, когда вы почувствуете себя маленьким или одиноким, помните эту истину. Вы не отделены от Вселенной, вы — это Вселенная, испытывающая себя в человеческой форме. Та сила, о которой мы говорили ранее, не только внутри вас, она и вокруг вас тоже. Вам просто нужно открыть глаза и увидеть это. Вы — часть Вселенной. Но знаете ли вы, что у Вселенной есть свои собственные часы? Прямо сейчас эти часы тикают. Есть причина, по которой вы слышите это сообщение именно в этот момент. Вопрос в том, готовы ли вы узнать, почему. Время — это не просто концепция. Это сила, которая формирует нашу жизнь проявлениями, которые мы часто упускаем из виду. И прямо сейчас время имеет решающее значение. Видите ли, Вселенная работает по циклам, открывая окна возможностей для роста и трансформации, но эти окна не остаются открытыми навсегда. Наверняка у вас когда-нибудь возникало сильное чувство, что вам нужно внести изменения, но вы колебались. Возможно, вы отложили это, думая, что когда-нибудь займетесь этим, но это когда-нибудь так и не пришло, и теперь вы задаетесь вопросом, что могло бы быть иначе, если бы вы предприняли действие? Время уходит, чтобы передать божественные дары, доступные каждому. Дело не в создании опасения, а в признании важности использования момента. Вселенная меняется, и шанс пробудить свой потенциал может быть недолговечным. Эта идея духовных окон возможностей не нова. Многие традиции говорят о конкретных моментах, которые имеют решающее значение для личного роста. Это как поймать волну. Если вы пропустите ее, вам придется ждать следующей. Но что, если это именно та волна, которую вы ждали? Позвольте привести вам пример. Например, вспомните момент, когда вы почти упустили что-то важное. Может быть, это была возможность получить работу, шанс восстановить отношения или момент для осуществления мечты. Как вы себя чувствовали, когда поняли, что почти позволили этому ускользнуть? Теперь представьте, если бы вы упустили это полностью. Вот о какой срочности мы говорим. Хорошая новость в том, что еще не поздно. Вы слушаете это прямо сейчас. И это не случайность. Вселенная реагирует на ваши мысли, энергию и намерения. Каждое ваше действие создает волновой эффект, формируя ваше будущее способами, которые мы даже не осознаем. Каждое действие генерирует силу энергии, которая возвращается к нам подобным образом. Это не просто позитивная мантра, это фундаментальный закон Вселенной. Когда вы предпринимаете позитивные действия, особенно в эти ключевые моменты, вы запускаете мощные силы в движение. Но что это значит для вас прямо сейчас? Это значит, что этот момент драгоценен. Выбор, который вы делаете сегодня, действия, которые вы предпринимаете, могут задать курс на всю вашу жизнь. Не позволяйте этой возможности ускользнуть. Но дело в том, что осознание срочности не означает, что вы должны паниковать или слепо бросаться и делать деловые дела. Дело в том, чтобы быть осознанным и готовым сделать первый шаг. Это о том, чтобы настроиться на ритм Вселенной и двигаться в гармонии с ней. Представьте это так. Так, Вселенная предлагает вам руку, приглашая вас танцевать. Возьмете ли вы ее или останетесь на обочине, размышляя о том, что могло бы быть. А вы задумывались, почему иногда так сложно сделать первый шаг? Особенно это может касаться того, что нам важно. Ответ может вас удивить. Это не Вселенная останавливает вас, а нечто гораздо более понятное, но часто ускользающее от нас. Что если самым большим препятствием на пути к вашим мечтам является то, что находится прямо у вас на виду? Давайте поговорим о чем-то, что было с вами всю вашу жизнь, формируя ваше восприятие мира и себя. Это ваши убеждения, особенно те, которые ограничивают вас. Они как невидимые стены, которые мешают вам достичь вашего полного потенциала. Подумайте о времени, когда вы хотели попробовать что-то новое, но в голове был тихий голос, который сказал, «Ты недостаточно хорош» или «Это не для таких, как ты». Ограничивающие убеждения в действии Это мысли, которые сдерживают вас часто без вашего осознания. Доктор Эрнест Холмс много говорил об этом. Он верил, что наши мысли создают нашу реальность. Это значит, что эти ограничивающие убеждения не просто раздражают, они на самом деле формируют ваш жизненный опыт. Но хорошая новость в том, что если ваши мысли могут ограничивать вас, они также могут освободить вас. Давайте попробуем что-то новое. Найдите момент, чтобы подумать о цели, которая у вас есть. Теперь обратите внимание на мысли, которые возникают, когда вы представляете, как достигаете этой цели. Слышите ли вы сомнения, страхи? Что вы чувствуете? Это ваши ограничивающие убеждения. Простой способ начать менять эти убеждения. Когда вы замечаете негативную мысль, спросите себя, «Это действительно правда? Где я это узнал?» Часто вы обнаружите, что эти убеждения вовсе не основаны на фактах. Это просто старые истории, которые вы рассказываете себе. Мы можем переосмыслить эти мысли. Вместо «я недостаточно хорош» попробуйте сказать, «Я учусь и расту каждый день». Вместо «я никогда не добьюсь успеха» скажите, «У меня есть сила создавать свой собственный успех». Поработайте таким образом со своими убеждениями, но не старайтесь брать много за раз. Поработайте с одним убеждением несколько дней. Сначала запишите его к себе в блокнот, а потом напишите для него новую замену. Теперь, каждый раз, когда вы увидите это убеждение, вспомните новое и позитивное. Записывая таким образом свое ограничивающее убеждение, ваш мозг будет выделять его в те моменты, когда оно будет всплывать. И ваша задача теперь не поддаться его настроению, заменив на что-то жизнеутверждающее. Попробуйте, и вы увидите прогресс быстрее, чем думаете. Например, давайте рассмотрим ограничивающее убеждение, которое может касаться многих из нас. Когда вы видите что-то, по вашему мнению, дорогое, чего не можете позволить себе в настоящий момент, какие мысли приходят к вам. Это может быть «это слишком для меня дорого» или что-то подобное. Замените это на позитив, например, «я достоин самого лучшего». Изменение ваших убеждений не всегда легко, это требует практики и терпения. Но каждый раз, когда вы бросаете вызов ограничивающему убеждению, вы открываете новые возможности для себя. Вы очищаете путь, чтобы получить доступ к той удивительной силе, о которой мы говорили ранее. Помните, что ваш разум невероятно мощен. Та же сила, которая создала эти ограничивающие убеждения, может также разрушить их. Когда вы начнете изменять свое мышление, вы можете удивиться, как быстро ваша реальность начинает меняться. Теперь, когда вы освобождаетесь от ограничивающих убеждений, пришло время получить доступ к чему-то еще более мощному. Представьте, что у вас есть доступ к коллективной мудрости величайших мыслителей и духовных мастеров человечества. Что если решение ваших современных проблем на самом деле тысячелетней давности? Вы можете задаться вопросом, как древние идеи могут помочь с вашими современными вызовами. Но вот в чем дело. Суть человеческого опыта со временем не изменилась. Мы все еще ищем счастье, боремся со страхом и ищем смысл, которого, возможно, и не существует. Но мудрость прошлого не устарела. Она вне времени. Давайте рассмотрим некоторые мощные идеи из древних традиций, которые так же актуальны сегодня, как и тысячи лет назад. Возьмем, к примеру, буддизм. Он учит взаимосвязанности всех вещей. Эта идея не только духовная, но и отражена в современной науке. Когда вы понимаете, насколько все связано, вы начинаете видеть свои проблемы в совершенно новом свете. Подумайте о даосской идее УВЭЙ, которая означает «беспрепятственное действие». В нашем стрессовом мире мы всегда стараемся сделать все сразу, но УВЭЙ учит нас плыть по течению, а не бороться и страдать. Представьте, что вы работаете над своим списком дел с легкостью, а не со стрессом. Приняв эту идею, мы позволяем вещам происходить естественно, достигая большего с меньшими усилиями. Это сила древней мудрости, помогающей нам сегодня. Индуизм говорит о силе наших мыслей формировать реальность. Звучит знакомо? Это та же идея, которую мы исследуем, но с тысячелетиями практики за спиной. Эти древние мыслители разгадали секреты разума задолго до появления современной психологии. Но как на самом деле использовать эти идеи в повседневной жизни? Это проще, чем вы думаете. Когда вы чувствуете себя перегруженным, попробуйте практиковать внимательность, технику с корнями в древней буддийской медитации. Просто сделайте несколько глубоких вдохов и сосредоточьтесь на настоящем моменте. Вы будете удивлены, как быстро это может успокоить ваш разум. Или когда вам предстоит трудное решение, рассмотрите даосский подход. Вместо того, чтобы переживать каждую ситуацию, доверьтесь своим инстинктам и позвольте вещам развиваться естественно. Дело не в том, чтобы быть пассивным. Это о том, чтобы согласовать себя с естественным потоком жизни. Эти древние практики предлагают больше, чем просто временное облегчение. Они предоставляют новый взгляд на мир. В нашем быстром и постоянно меняющемся обществе эти вечные принципы могут служить якорем, удерживающим вас в стабильности, независимо от того, что жизнь предлагает вам на пути. Помните, вам не нужно становиться монахом или полностью менять свой образ жизни, чтобы извлечь пользу из этой древней мудрости. Небольшие изменения могут иметь большое значение. Возможно, это начало вашего дня с короткой медитацией, или пауза, чтобы подумать о взаимосвязанности вещей, когда вы чувствуете себя изолированным. Красота этих древних учений заключается в том, что они не о быстрых решениях или поверхностных изменениях. Они предлагают глубокую, длительную трансформацию. Мы очень часто упускаем самое ценное в простых истинах, которые находятся у нас под носом. Но именно в простоте сила. Когда вы начнете внедрять эти идеи в свою жизнь, вы можете обнаружить, что ваша перспектива полностью меняется. Проблемы, которые когда-то казались непреодолимыми, становятся возможностями для роста. А теперь пришло время воплотить эти знания в действие. Что если я скажу вам, что вы уже обладаете всем необходимым, чтобы начать менять свою жизнь прямо сейчас? Ключ в том, чтобы знать, как это разблокировать. Дело не в сложных ритуалах или часах медитации. Вы можете начать трансформировать свою реальность всего за несколько минут. Каждый день. Давайте поговорим о некоторых практических шагах, которые вы можете предпринять, чтобы пробудить свою внутреннюю силу. Это не просто вдохновляющие упражнения. Они основаны на исследованиях и использовались успешными людьми на протяжении многих лет. Мы сосредоточимся на трех мощных техниках – аффирмациях, визуализации и внимательности. Теперь давайте попробуем быстрое упражнение, которое объединяет все три техники. Найдите тихое место и закройте глаза. Сделайте три глубоких вдоха. Когда вы вдыхаете, думайте «Я есть». А когда вы выдыхаете, думайте «Сильный». Повторите это три раза. Теперь представьте себя достигающим чего-то, чего вы действительно хотите. Возможно, это достижение цели в области здоровья, получения работы мечты или улучшения отношений. Сделайте образ как можно более ясным и детализированным. Каково это – добиваться успеха. Что вы можете видеть, слышать или чувствовать в этот момент триумфа. Держите этот образ несколько секунд, затем откройте глаза. Вы только что сделали свой первый шаг к пробуждению вашей внутренней силы. Как вы себя чувствуете? Возможно, вы заметили небольшой прилив энергии или уверенности. Это сила этих техник в действии. Теперь важный момент – последовательность. Сделать это один раз – здорово, но настоящая магия происходит, когда вы превращаете это в ежедневную привычку. Это не должно занимать много времени. Даже пять минут в день могут иметь большое значение. Вы можете выполнять это упражнение первым делом утром, во время обеденного перерыва или прямо перед сном. Когда вы регулярно практикуете эти техники, вы можете начать замечать некоторые изменения. Возможно, вы почувствуете себя более уверенно в сложных ситуациях. Или начнете замечать возможности, которые раньше упускали. Эти небольшие изменения приводят к большим преобразованиям. Помните, вы не пытаетесь стать совершенно другим человеком за одну ночь. Дело в том, чтобы постепенно раскрывать потенциал, который уже есть внутри вас. Это похоже на полировку алмаза. Блеск всегда был там. Вы просто выводите его на поверхность. Не отчаивайтесь, если не видите ошеломительных результатов сразу. Изменения требуют времени. И путь у каждого свой. Важно продолжать это делать. Каждый раз, когда вы практикуете эти техники, вы делаете шаг к жизни, которую хотите создать. Эти неожиданные возможности — только начало. А что, если я скажу вам, что в вашем сознании есть переключатель, который может наполнить вашу жизнь возможностями, о которых вы никогда не мечтали? Пора раскрыть секрет мышления изобилия. Вы когда-нибудь чувствовали, что времени, денег или шансов на то, чтобы сделать то, что вы действительно хотите, никогда не хватает? Это называется мышлением нехватки. Это как носить очки, которые позволяют видеть только то, что отсутствует. Но что, если вы могли бы изменить эти очки и увидеть мир полный возможностей? Мышление изобилия — это видеть мир как место, полное возможностей, а не ограничений. Когда вы думаете таким образом, вы начинаете замечать все хорошие вещи вокруг вас. Это похоже на то, как включить свет в темной комнате. Вдруг вы можете увидеть гораздо больше. Переход от нехватки к мышлению изобилия — это не просто позитивный настрой. Это действительно соответствует тому, как работает Вселенная. Когда мы говорили о законе притяжения, вы сосредотачиваетесь на изобилии. Вы с большей вероятностью привлечете хорошие вещи в свою жизнь. Это похоже на настройку радио, чтобы поймать вашу любимую станцию. Вы настраиваете свой разум, чтобы ловить возможности. Теперь я не говорю, что просто мысль о изобилии сделает вас богатым за одну ночь. Это не магия. Это изменение в том, как вы видите и взаимодействуете с миром. Когда вы верите, что есть множество возможностей, вы с большей вероятностью заметите их и предпримите действия. Вот что вы можете попробовать прямо сейчас. Подумайте об одной области в вашей жизни, где вам кажется, что у вас никогда не хватает чего-то. Возможно, это время, деньги или любовь. Теперь вместо того, чтобы сосредотачиваться на том, что отсутствует, постарайтесь найти три вещи, за которые можно быть благодарным в этой области. Сначала это может показаться странным, но продолжайте. Вы тренируете свой мозг видеть изобилие вместо нехватки. Вы не отделены от Вселенной, а являетесь частью ее бесконечного потенциала. Когда вы переходите к мышлению изобилия, вы настраиваетесь на эту истину. Вы не просто живете в мире, вы активно создаете свой опыт в нем. Это не означает, что проблемы волшебным образом исчезнут, но когда вы подходите к проблемам с мышлением изобилия, вы с большей вероятностью найдете позитивные решения. Вы начнете видеть неудачи как возможности для обучения и роста, а не как доказательства того, что не можете добиться успеха. Вы научились видеть изобилие в своей повседневной жизни, но задумывались ли вы когда-нибудь о том, что вы связаны с самым обильным источником из всех. А что, если я скажу вам, что безбрежность космоса отражается внутри вас, и вы можете получить доступ к его бесконечному потенциалу? Подумайте о звездах на мгновение. Они огромные, мощные и всегда светят. Теперь представьте, что такая же энергия есть и внутри вас. Это может звучать безумно, но это правда. Тот же самый механизм, который движет планетами и заставляет галактику вращаться, также проходит через вас прямо сейчас. Вы не отделены от Вселенной, а являетесь частью ее бесконечного потенциала, связаны с вечным источником творческой силы. Это означает, что вы не просто человек, живущий на Земле, а живое, дышащее существо, часть всей Вселенной. Но как вы можете подключиться к этой космической силе? Это проще, чем вы думаете. Давайте попробуем простое упражнение. Закройте глаза и сделайте глубокий вдох. Когда вы вдыхаете, представьте, что вы втягиваете энергию от звезд. Когда вы выдыхаете, представьте, как эта энергия распространяется по вашему телу. Сделайте это несколько раз. Как вы себя чувствуете? Возможно, вы заметите покалывание или ощущение тепла. Это вы соединяетесь со своей внутренней Вселенной. Это не просто веселая игра воображения. Когда вы подключаетесь к этой космической энергии, вы разблокируете силу, которая может помочь вам в повседневной жизни. Подумайте о том, что звезда не беспокоится о том, чтобы светить. Она просто это делает. Таким же образом вы можете научиться доверять своему внутреннему свету. Представьте, что вы сталкиваетесь с трудной задачей на работе или в школе. Вместо того, чтобы волноваться, вы можете на мгновение подключиться к своему внутреннему космосу. Вдруг у вас могут появиться новые идеи или вы почувствуете прилив уверенности, чтобы справиться с этой задачей. Или, возможно, вы пытаетесь создать что-то новое. Произведение искусства, бизнес-идею или даже просто новую привычку. Подключаясь к этой универсальной энергии, вы соединяетесь с той же творческой силой, которая формирует галактики. Это довольно мощное вдохновение. Помните, что эта божественная сила не только о том, чтобы чувствовать себя хорошо, это о том, чтобы осознать, насколько вы на самом деле удивительны. Каждый раз, когда вы смотрите на ночное небо, пусть оно напоминает вам о невероятном потенциале внутри вас. Вы сделаны из того же вещества, что и звезды. Как здорово это звучит! Эта сила предназначена не только для особых людей, она для всех, включая вас. Вам не нужны специальные навыки или знания, чтобы получить к ней доступ. Все, что вам нужно, это готовность заглянуть внутрь себя и подключиться к этой универсальной энергии. Так что в следующий раз, когда вы почувствуете себя маленьким или бессильным, помните об этом. Вы несете энергию космоса внутри себя. Вы связаны с каждой звездой, каждой планетой и каждой галактикой. Это много силы, к которой можно подключиться. И помните, что вы не одни. Люди по всему миру пробуждаются к своей внутренней силе. Разблокируя свой потенциал, вы помогаете сделать мир лучше. И у вас есть больше влияния, чем вы думаете. Главное, делайте, верьте, и все у вас получится.